Надо признать, начало лета выходит интересным, даже если убрать всю эту тему, которая происходит в Америке. Нас все-таки интересует игра тут, новый Warface, который козит на CSGO и аналог CSGO. Аналог от слова анал. Официальный выход того самого аналога. Перенос киберпанка и анонса PlayStation 5, а также выход Minecraft Dungeon. Dungeon. Dungeons. Который анонсировали аж два года назад, и вот лишь 26 мая он дошел до нас. И естественно, из-за моего прошлого не сделать обзор на игру, которая в потенциале является новым кирпичиком после Minecraft Story Mode в расширении кубической вселенной, было бы кощунством с моей стороны. Так вот, Minecraft Подземелье это квадратный Диабло, в достаточной степени оказуаленный, чтобы новичкам было легко, а старички на каком-нибудь максимальном уровне апокалипсис пустили скупую слезу. Но в целом, это сравнение с Диабло не взятое из потолка. Явно разработчики вдохновлялись этой игрой. Доказывают мою версию и уровень с коровами из Диабло 2, который бережно адаптировали под квадратный стиль. Короче, у нас типичный представитель экшен-РПГ, который в основном привлекает своим именем. Думаю, с этим мало кто будет спорить. Ну окей, допустим, вы купили игру. Что вы там увидите? Введение в сюжет. Если в двух словах, то жил в мире бумер, который нашел силу и поставил всех зумеров на колени. Конец. А мы должны стать тем самым героем, который всех спасет. И тут сходу проглядываются две вещи. Первое, Майнкрафт сам же стебет эту тематику с избранными. Второе, тут нет дополнительных катсцен на случай, если вы, допустим, в соло прошли игру. Поэтому в финале вашей кампании появятся неожиданные друзья. Но что более важного, самих там не будет. А зачем нужен выбор персонажей? Если вся игра проходит сверху, и в шмотках в будущем ты хер его разглядишь. А в последующих катсценах его и вовсе не будет. Там будет другая кампаж от героев. Я вот понять не могу, если вы не смогли вставить туда нашу модель, почему нельзя было выбрать одного из них? Конечно, есть исключение. Оно заключается в пролете перед уровнем, где закадровый голос немного поясняет, что сделал злобный бумер с местными жителями и локацией, а потом показывают нас. Но это максимум. И, кстати, я вам сейчас пересказал весь сюжет. Неожиданно, да? А сейчас зайдите в комментарии и посмотрите, сколько людей напишут «Это Майнкрафт, тут сюжет не важен, сюжет был только в стори моде, бла-бла-бла». И они, видимо, забывают, что нормальных больших игр по Майну было всего три. И это третья. И кроме всего прочего, она сделана с очевидной оглядкой на Дьяволу. Да, та самая игра, где на разбор сюжета тому же Слидну пришлось потратить аж три видео. «Уважаемые, сюжет важен, особенно в подобных играх. Ибо это плюс атмосфера и плюс персонажи, в том числе и злодеи. Вы же понимаете, что в этой игре мы, к примеру, к архи-злодеянину, не уверены, что его зовут именно так, мне, честно говоря, посрать. Понимаете, насколько он бесполезный. Во время прохождения ты вообще к нему ничего не испытываешь. Не считая того, что нам постоянно говорят о том, что он плохой. И все делает за месть. А как персонажи, как личность вообще не раскрывают. Из-за чего самый финальный твист, наши герои его прощают, просто для игрока выглядит крайне тупым и необоснованным решением. Напомню, этот чел сжигал деревни, убивал невинных и, может, еще что-то делал, не самое приличное, но за кадром. Умеете прощать, ёпта? Игра действительно делалась в первую очередь для детей, кто бы кто ни говорил. Но это не значит, что она плоха. Прошу, не убивайте меня любителей жанра, но Майнкрафт-подземелье ощущается не так уж и хреново, как говорят. Понимаете, фразу казуально и просто «многие олдскульные геймеры равнят к плохо и говно». И чё ж, греха таить, я сам иногда этим грешу, но вот здесь они явно неправы. Да, эта игра средненькая, особенно для своего жанра, но не такая уж хреновая, как говорят. Допустим, кому-то может не понравиться, что здесь нет как таковых классов. Есть только шмотки, которые мы надеваем, и благодаря которым и становимся магами, танками, разбойниками и т.д. и т.п. А очки опыта, полученные за уровень, полученные после апа-левела, используются для прокачки этих же шмоток, вместо каких-нибудь характеристик персонажа. Каждый из шмоток есть три ячейки, а в них есть скиллы. Их вариантов достаточно много, с первого взгляда. Например, хотите, чтобы при кувырке противник получал заряд электрошока? Качайте вот это. Хотите, чтобы изучая карту выхилились? Качайте вот это. Хотите некую вариацию бладмейла из доты? Качайте вот это. А насчет оружия, ну, если вы любитель гринда, качайте баф к выпадению изымрудов. Хотите больше наносить урона, качайте баф к урону, хотите больше наносить урона издалека, или чтобы он шел по ООЕ, качайте. Вот это, короче, вариантов дофига. Только вот ближе к концу игры, ты хочешь не хочешь, все это перепробуешь. А у тебя дальше еще два уровня сложности, приключения и апокалипсис. И к этому времени, скорее всего, вы уже выработаете самый нормальный билд лично для себя, и будете играть только с ним. Отсюда минус разнообразие, если говорить про реиграбельность. Также в игре имеются артефакты. И это вещь, которая будет вас то и дело спасать. Их можно получить, собственно, как и шмотки, тупо бегая по карате, убивая противников. Или же так же, как и шмотки, открывая в лагере лутбоксы. Да, тут есть открытие кейсов. Но за местную игровую валюту. Изумруды. Донаты пока что нет. Пока что нет. Почему я с такой осторожностью это сказал? Да, потому что после прохождения уровня появляется очень интересная анимация. Халявный кейс, базару нет, но... Че-то настораживает, сука. Сами артефакты тут можно поделить на два типа. Те, которые требуют от нас души врагов, заработанные после их убийства. И те, у которых есть просто кулдаун. А в целом они похожи. Хилят, наносят урон, увеличивают статы, ускоряют. Опять же, найти то, что вам нужно, не проблема. И еще лучше, если вы будете это комбинировать. Ну, например, если у вас артефакты, как я и говорил, нацелены на то, чтобы использовать души врагов, то лучше взять шмотки, которые собирают души врагов. А если у вас шмотки, которые на КД, то лучше взять шмотки, которые снижают КД. Понимаете, к чему я веду? Хочешь, не хочешь, но на языке вертится слово класс. Маги. Войны. Так что, по факту, это разделение лишь на бумаге. Но в любом случае, поначалу интересно юзать различные артефакты, шмотки и оружие, которые, кстати, реально различаются между собой. И таким образом подобрать самое нормальное для себя. В этом самый сок. И могу сказать только то, чтобы успевать за этой потрясностью, нам потребуется новая мышка Logitech G102 LightSync. Если вы не знаете, первая модель G102 была настоящим блокбастером в России. Только вдумайтесь, самая продаваемая игровая мышь в России. Как им удалось этого достичь? Да очень просто. Высокое качество всех компонентов при разумной цене. Геймеров, естественно, это подкупало. Новая модель же сохранила классическую максимально удобную форму, а также стильный минималистичный дизайн. По сенсору здесь тоже все замечательно. Сорвать его будет очень проблематично, если все-таки получится. Проще говоря, ваша стрельба и хедшоты с такой мышью полетят один за другим. Logitech G102 максимально точная и послушная. Ну и да, тут еще чувствительность варьируется от 200 до 8000 DPI. Но давайте будем честны. Кто использует больше 5000? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне реально интересно на вас посмотреть. По кнопкам нажатием тут проблем также не наблюдается. Эксклюзивный металлический механизм, максимально четкий и надежный. Ну и, конечно же, для всех флексеров шикарная RGB-подсветка на 16,8 миллионов оттенков. С поддержкой технологии «Цветовая волна». Через приложение G-Hub подсветку можно настроить как угодно, собственно, как и другие значения мыши. Задать один цвет или скомбинировать. Выбрать анимацию или создать свою. Или вообще синхронизировать подсветку с другими устройствами Logitech. Или вообще с происходящим на экране или с музыкой. Вариантов завались. В общем, G102 LightSync действительно качественная, надежная и технологичная вещь. Особенно по своей цене. Так что приходи по ссылке в описании и бери, или хотя бы посмотри на неё и сам проверь мои слова. Ладно, с этим разобрались, а мы продолжаем. Так о чём это мы? Шмотки, артефакты, скиллы. Тут этого дофига. И, скорее всего, вы всё перепробуйте, хотя, возможно, я не прав. Всё зависит от того, как вы будете играть. Возможно, вы к концу первого прохождения даже половину не увидите. Тут всё зависит, естественно, от вас. Но самое главное, то, что эти скиллы простые для понимания. А для использования уж тем более. Что же по поводу управления, у вас есть вариант либо играть через мышечку, либо выключить геймпад, либо вообще постоянно нажимать сюда. Это, кстати, наш худ, и он капец какой важный. И давайте, шо ли, устрою небольшую экскурсию по нему. Вот тут инвентарь, три кнопки из тем, о чём мы говорили, индикатор здоровья, полоса душ и опыта, зелье здоровья, которое бесконечное, но имеет продолжительный кулдаун, карта, кувырок, стрелы, ну и ваше количество изумрудов. Как вы видите, всё очень просто. Но это ещё не всё. На уровне есть ТНТ, и его можно бросать во врагов. По-моему, круто. Жаль вот только, что сами враги не блещут оригинальностью. Признаю, их тут достаточно. Об этом нам говорит данный список. Чисто учитывайте, что уровней всего 9, не считая, секретных проходов, да их будет 14. А список вот такой. Только вот в подавляющем большинстве их можно разделить на дальников, ближников, всякие мрази, носящие ауе урон или ауестаны, а также на престов, которые просто апают первые два типа. Опять же, не считаем боссов. Они тут, на мой взгляд, не такие уж и плохие. Короче, врагов-то много. Но чё-то уникальность тут есть разве что у криперов. Ну, потому что они сами взрываются. Другие различаются максимум тем, что тот посильнее, тот послабее, тот чутка танковее, тот чутка нетанковее. Короче, всех их можно долбануть под одни и те же критерии. А свинью, из которой выбиваются изумруды? Ну ладно, почти всех. По локациям же, моё почтение. Уровни сделаны очень типотно, даже есть подобие секретных мест. На каждом из 9 уровней действительно есть что-то своё. Биом, враги, замки и убегающие от нас ключи, что, кстати, прикольно. А ещё есть различные мелкие фишки по типу спасения жителей, активации всякого говна, или же поршни, поднимающие ввысь. И если бы не они, то мы бы получили тупую дрочильню. Только я всё равно немного не понимаю, как эту игру можно перепроходить. Она реально скучновата. И простите, красивые локи, несмотря на то, что вы охерены, вам меня не сдобрить. Смысл подобных проектов в реиграбельности. Желание дособирать всё и вся. А тут, ну, ты проходишь фулл сюжетку, дальше ничего нового не получаешь, только чутка больше типа врагов и новые шмотки, всё. Но несмотря на всё это, механика сражения против этих новых врагов также не меняется. Скажу сразу, при первом прохождении вам игра даже может зайти. При втором, смутно. Апокалипсис, если вы задрот и любите реальные челленджи. Хотя даже насчёт второго прохождения я не уверен. Потому что, ну, мне похер на этот мир, в котором я как бы являюсь избранником. Мне похрен на злодеянина, мне похрен на эндермена и босса в финале. И вообще, кстати, я не особо вырубаюсь. А в чём их смысл? И кто они? Просто какая-то хрень, которую архи-злодеянин где-то призвал? Да, я не спорю, некоторые из них сделаны действительно добротно. Но есть и те, которые благодаря некоторым недоработкам самой игры портят впечатление от них. Причём вы можете забагать их абсолютно случайно. Умрёте вот, забагали босса и всё. Использовать это или не использовать уже другая история, конечно, но то, что подобное есть, уже немного портит впечатление. Хотя портит не так сильно, как вот, объясняю, есть обычный голем, огромный, есть призыватель с клетками, ещё он достаёт всякое дерьмо летающих пикселей, так сказать. И вот они сделаны реально интереснее, чем, мать вашу, финальный главный сука-злодей, архи-злодеянин, который максимум что может это призвать врагов и кидаться маленькими шариками. Я даже не знаю, почему настолько наплевательски к нему отнеслись. Когда следующий после него эндермен выглядит, ну не так уж и плохо. Не считая того, что его можно забагать выиграть таким образом, но я могу принять то, что эта игра кому-то понравится. Только вот не понимаю, почему именно. Потому что, на мой взгляд, это бесконечная гринделка, без какого-то смысла, потому что сюжет, извините, крайне стандартен, есть злодей, надо его победить, это всё. Не какой-то атмосферки, не какой-то подноготный сюжет, ничего здесь нет. Разве что в DLC в конце мы видим то, что не всё кончено и будут ещё противники, но это уже другое. Гринд, поиск секрета, гринд, поиск секрета, гринд. Я ещё с вами писал Майнкрафт-подземелье. А, ну да, ещё если вы купите Deluxe Edition, у вас будет плащи в инвентаре и цыплёнок-питомец, помню, круто. Для меня это была достаточно скучная игра, я поиграл чисто для обзора и не боли, а проходить до апокалипсиса и там всё изучать. Кстати, если будут люди, которые будут писать, что игра крута, я просто апокалипсис не прошёл, ну, вы сами вырубите мозги, игра-то пройдена, да, поиграл я на приключении, да, потому что что-то меняется. Но всё равно, я не исключаю, что фанаты экшн-рпг будут писать мне, что я долбоёб, и то, что игра крутая, и то, что это самое то для деблолойдов и так далее, но, мне кажется, она всё-таки направлена на другую аудиторию. В том-то и прикол, Minecraft Dungeons неплохая, она средненькая, стандартненькая, простая, но неплохая. У неё можно подшлить с друзьями, компанией, но на один разок. И тем более, за ту стоимость, которую сейчас предлагают, 2000 рублей, это, ну, немного не то. Ждём, пока она подешевлеет, а потом уже можно её убрать. Тогда да, если вот вы живёте в то время, когда она стоит там 700 рублей, берите, поиграйте с друзьями, гарантирую, вы получите какое-никакое удовольствие. А сейчас, за два косаря, ну, это будет просто отрата денег и, скорее всего, вы разочаруетесь. Просто знаете, большинство, наверное, ждали от этого Minecraft-подземелья какого-то прорыва, новое дьябло, но получилось просто проходная штучка, которая зайдёт компании. Или детям, чтобы ознакомиться с жанром и, возможно, даже влюбиться в него последствия, когда они будут его дальше изучать. Только ради этого. Средненькая, простая, почилить. Вот так можно написать Minecraft-подземелье.